О криминогенной ситуации речь шла и на пресс-конференции, которую дал руководитель областного управления полиции Николай Трифонов. Подводя итоги минувшего года, он отметил, что количество тяжких преступлений, зарегистрированных в регионе, снизилось. Однако при этом возросло число убийств. За год зафиксировано почти 100. В 2,5 раза больше случаев гибели на дорогах – 260. Дежурной части областного управления полиции, как обычно, телефон не умолкает. За минувший год в регионе зарегистрировано 342 тысячи обращений граждан. Хотя уровень преступности у нас в области ниже, чем в среднем по стране и меньше среднего показателя по ЦФО. Но есть и проблемные моменты, о которых главный ярославский полицейский рассказал журналистам. К сожалению, произошел рост убийств на территории области. Мы проводим весь комплекс необходимых оперативно-профилактических мероприятий в этой части, в том числе операцию «Участок» проводили. Безусловно, в сфере семейно-бытовых отношений у нас наблюдается снижение убийств. А в целом, в сравнении с прошлым годом, произошло увеличение раскрываемости преступлений. Безусловно, это большая проводилась работа. Особое внимание – подбору кадров. На службу стремятся брать крепких, стройных и спортивных. Вакантных мест в рядах силовиков немного, чуть больше 2%. От проштрафившихся избавляются. В минувшем году 20 сотрудников уволили за допущенное нарушение закона. В частности, отдел собственной безопасности полиции выявил, что один из стражей порядка участвовал в махинациях с чужими квартирами, организованными так называемыми «черными риэлторами». Эти материалы переданы в Следственный комитет, а сам полицейский уволен со службы и привлечен к уголовной ответственности. А тех же, кто исправно несет службу, государство теперь заботится. В прошлом году в феврале сдали 118-й квартирный дом. Это очень большое подспорье для сотрудников органов внутренних дел, в том числе и для того, чтобы сотрудники наши закреплялись на службе в органах внутренних дел. Более 67 миллионов у нас было израсходовано на приобретение жилья. В минувшем году в Ярославской области сделан косметический ремонт в нескольких подразделениях полиции. А в этом году начнется строительство нового здания для регионального управления на улице Лесково. К концу года могут справить новоселье и служебные собаки. В Ярославле на улице Промышленная построят новый кинологический центр. Там будут содержать до 100 служебных табак, обученных на поиск наркотиков и взрывчатки.